МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссер Евгений Копеин. Напомню, канал связи, прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, представим гостя. Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mexnews.lv. А в гостях у нас сегодня посол Российской Федерации в Латвии Александр Альбертович Вишняков. Здравствуйте. Добрый день, Вадим. Добрый день, Оксана. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте начнем с небольшого юбилея. В феврале он, правда, исполнится, но, тем не менее, 5 лет назад вы приехали в Латвию. Вот что это за годы? Как бы вы могли их охарактеризовать? Это годы разочарования или, может быть, наоборот? Действительно, в следующем месяце, точнее 11 февраля, будет именно 5 лет, как я прибыл для исполнения обязанности посла Российской Федерации в Латвийскую Республику. Если говорить про эти годы, то это были разные годы. Если вспомнить 2008, то это довольно был сложный для меня год. Для меня, вы же знаете, работа посла – это первая работа в таком качестве, а всегда новая, она требует определенной адаптации и освоения в этом качестве соответствующему лицу, в данном случае мне. Плюс еще помните хорошо проблему, которая возникла в 2008 году. Это вероломное нападение Грузии на Южную Осетию 8 августа. Ну и ту позицию, которую заняла Латвия, она полностью и безоговорочно поддерживала Грузию в этом инциденте. И даже премьер-министр Ивер Годманес тогда ездил в Грузию. Да, да, да. Ну и в этой части, помните, какие здесь кипели страсти в Латвийской Республике. И даже мне официально МИД Латвии предложил, что, может быть, чтобы что-нибудь не произошло, охрану мне приставить. Отказались? Да, я отказался. Я был охраняемым лицом, я знаю, что такое. И в качестве дипломата быть еще охраняемым лицом в другом государстве для меня было неприемлемо. Но в Риге, в Латвии... Поэтому это вот 2008 год, если вспомнить, да. Кстати, именно в 2008 году уже два события, связанных с этим военным конфликтом, нападением Грузии на Южную Осетию, прорабатывался. И уже был рабочий план возможного визита президента Латвийской Республики в Москву, господин Азатреса. Даже была уже обозначена рабочая дата 24 ноября. Но потом все эти события перечеркнули возможность этого визита. И он в 2008 году, как вы знаете, даже и не назывался. Хотя в начале летом, еще помните, были дискуссии на эту тему. И активно средства массовой информации эту тему поднимали. Восьмого года. Если вспомнить девятый год, то он, по крайней мере, запомнился, что он был очень сложен для Латвийской Республики. Это год кризиса. Год, когда страна была наградой банкротства, невозможности уплачивать и бюджетникам зарплату, и пенсионерам. Отсюда и приняты непопулярные решения того времени, вплоть до уменьшения пенсий, которые потом были оспорены в конституционном суде. Ну и те займы, которые в конечном итоге выручили Латвию в той ситуации. Но кризис, как говорят, еще и лечит. И позволю посмотреть на некоторые проблемы, в том числе проблемы отношений между нашими государствами, видимо, по другим углом. Поэтому началась работа по подготовке визита президента Латвийской Республики, что в конечном итоге привело, что в 2010 году это состоялось. То есть кризис пошел на пользу латвийско-российским отношениям, вы считаете? В какой-то мере, да. А как же 2012 год, который вы сами охарактеризовали как довольно сложный для латвийско-российских отношений? Ведь кризис уже как раз прошел, вот наоборот, все уроки должны были быть условны. А сейчас мы подойдем, давайте так, не будем торопиться. А вы хотите каждый? Хорошо, давайте по порядку. Вот. И вот именно 2010 год, если подходить плавно, потом до 2012 мы дойдем, естественно, то это был как раз наиболее успешным годом для развития наших отношений. И результативный был очень год. И главный его, конечно, результат – это первый официальный визит президента Латвийской Республики в Российскую Федерацию. Это подписание десятка соглашений договоров между нашими странами. Таким образом мы решили ряд вопросов, которые до этого почти 20 лет не решались. То есть это был прорыв, вы считаете? Это был, ну, почти, можно сказать, прорыв с большими надеждами, с большими ожиданиями на будущее. И он дал сильный импульс для нашего экономического сотрудничества. Поэтому, если вы посмотрите статистику, то увидите, что в 2011 году у нас прирост нашего товарооборота, взаимного между нашими странами, он где-то составлял примерно 20%. Он сохранился и в 2012 году. Итоги 2012 года, видимо, будут примерно 9 миллиардов долларов. Это очень высокий показатель. То есть вышли на докризисный? Да, уже преодолели, можно сказать, даже докризисный. Но если 2011 год, темп прироста 20%, то вот уже 2012 год, это где-то 6-7%. Теперь, что касается 2012 года, о котором вы уже задали вопрос. Да, это тоже непростой год. Непростой год в наших отношениях. И, прежде всего, связан с тем, что действительно русофобские настроения были подпитаны, в том числе со стороны официальных структур латвийских. Известные обвинения в адрес России по тому, что якобы Россия инициировала референдум по русскому языку. И те страсти, которые кипели по этому поводу, тоже хорошо помните. Это и утические спецдоклады спецслужб о том, что Россия имеет скрытые цели и представляет угрозу ее политика в отношении соотечественников. Конечно, они подпитали те русофобские настроения, которые, к сожалению, присутствуют у части латвийского общества и у части латвийских СМИ. Но даже в этом году, в 2012, который тоже был непростой в наших отношениях, мы, тем не менее, сохранили положительный темп в развитии нашего товарообработа, нашего экономического сотрудничества. Именно в этом году вступило в силу соглашение об избежании двойного налогоблажения, очень важное, которое как раз относится к разряду тех, которые почти 20 лет не решались. Я начал это соглашение действовать в полном объеме с 1 января 2013 года, что дает основания и возможности и для дальнейшего развития экономического сотрудничества. А если еще учесть то, что именно в прошлом году, с 1 сентября, Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации, то тоже это дает надежды для нашего дальнейшего экономического сотрудничества, закладывать определенный потенциал. Если говорить про еще важное соглашение, которое мы за эти последние 5 лет могли решить, которое не решается очень долго, это соглашение, которое начало работать с 1 января, ну не с 1 января, а с 19 января 2011 года по социальному обеспечению, сотрудничеству в сфере социального обеспечения. Мы решили таким образом вопросы за счет стажа тех лиц, которые заработали, работая, например, на союзных предприятиях здесь в Латвии, на территории Российской Федерации, кто находился. Теперь это зачитывается все. А кроме этого, теперь тот, кто уже по этому соглашению оформляет пенсию, ему не надо каждый год подтверждать, что он находится в живых, получая справку в нашем консульском отделе или у нотариуса и отправляя ее в пенсионные фонды. То есть это значительно упростило многие и процедуры, и в сущностные вопросы решило. Но и мы наконец-то решили вопрос с дипломатической недвижимостью. У нас до этого не было соглашения по вопросам дипломатической недвижимости. То есть те помещения, то территории, на которой располагается посольство Латвийской Республики в Москве, это не было никак юридически закреплено. Аналогично и мы, например, не могли даже делать серьезной ремонтной работы на той же территории резиденции посла в Юрмале, потому что она никак юридически была не определена. Теперь это вопрос решен. С Синтарным берегом тоже вроде бы начали решать. Да, и как раз я хотел к этому тоже подойти. Более того, мы даже теперь подписали уже договор об аренде нашей резиденции в Юрмале. И это было сделано в конце прошлого года, в середине декабря. Мы с господином Тейкменисом, госсекретарем МИДа Латвийской Республики, подписали это соглашение на 99 лет об аренде этой резиденции, выполняя наше соглашение по дип-недвижимости. И это наконец-то позволило выйти на принятие соглашения по объектам недвижимости в Москве и в Юрмале. Это как раз имеется в виду определение статуса санаторий «Интарный берег», что позволит сейчас заняться и его капитальным ремонтом, потому что он тоже находится в состоянии еще примерно того потенциала и тех заделов, которые были 35-40 лет назад, когда он строился. Но по нему еще точка окончательно не поставлена, потому что у России все процедуры внутреннего согласования по нему решены. В Латвии он подлежит ратификации, это соглашение. И первое чтение в СЕМИ состоялось в декабре. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы точку окончательно поставят в этом вопросе СЕМИ, и тогда спор по этому вопросу, а дело ведь находится в суде, тоже будет закончен. Так что, видите, пройдясь по годам последним наших взаимоотношений, я показал и сложности с одной стороны, но с другой стороны и тот позитив, и те результаты, которые дают надежду, что мы точно будем развивать наши отношения. У нас для этого есть неплохая, надо сказать, вполне удовлетворительная договорно-правовая база. Все теперь зависит от конкретных людей в лице политиков, руководителей государств, в лице дипломатических ведомств, но и конкретных жителей Латвии и России. А я убежден, кстати, что жители Латвии и России хотят сотрудничества и сотрудничают. И это происходит наглядно. Наглядный пример, пожалуйста, последние новогодние праздники. Огромное количество туристов, прибывших сюда из России. Ни одного акцесса, ни одного серьезного нарушения, правонарушения, доброжелательность, вежливость, культура. Это то, что и нужно для нормальных соседей, которыми мы являемся. А Вы сказали, что в этот раз, получается, в 2012 году идут в разрез, можно сказать, политический диалог, можно сказать, дипломатический диалог, с одной стороны, который был не очень, может быть, позитивным с всеми заявлениями спецслужб и так далее, и с другой стороны, экономические, какие-то хозяйственные отношения, решение каких-то наболевших вопросов. А мы хорошо помним, что в 1998 году вот это вот обострение политического диалога как раз-таки вылилось в экономические проблемы, там, шпротные войны и так далее, и так далее. Что в этом, ну, на этот раз происходит, какая реакция в России, и не получится ли чего-то подобного, может быть, там, набирает ход этот процесс? Не пытаются российские политики привязать всё-таки экономические отношения к вот этому обострившемуся политическому диалогу? Вы должны хорошо понимать, что всегда, когда есть осложнение в политическом диалоге, есть осложнение на вот почве, о которой я уже говорил, связанном информационным пространством, негативным, то это всегда сказывается и на экономике. Так вы же говорите, что наоборот всё хорошо? Вы не обратили внимания на то, что я сказал. Если прирост нашего того оборота в 2011 году был 20%, то в 2012 году только примерно 6-7%. Это следствие политического. Темпы замедлились. И для этого есть разные причины и основания. В том числе, я не исключаю, что если серьёзно проанализировать, и это тоже сказывается с точки зрения негативного политического фона на экономическое сотрудничество. И ещё один, например, факт, о котором я могу вам сказать. У нас впервые в прошлом году за последние годы, начиная с седьмого года, даже с восьмого на седьмого года, не состоялось заседание межправительственной комиссии. Той комиссии, которая прежде всего решает вопросы нашего развития договорно-правовой базы экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Что помешало? Помешало две причины основные. Первая, она объяснимая. У нас произошли изменения в составах межправительственной комиссии, потому что сменилась власть Латвийской республики. Она, правда, была раньше, чем в Российской Федерации. И новое правительство было сформировано летом прошлого года в правительство Российской Федерации. Естественно, поменялся тоже руководство комиссии межправительственной с российской стороны. И на это потребовалось время для того, чтобы новым людям вникнуть в ситуацию и определиться, куда и как дальше идти. Это одна причина организационного характера, но вторая причина политическая, о которой я уже вам говорю. Давайте сейчас прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся. Александр Вишняков, посол Российской Федерации в Латвии. Гость нашей студии сегодня не переключайте. Мы скоро вернемся. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал На Болткоме разворот! Ну, мы продолжаем эту программу разворот. Сегодня его ведем мы, Оксана Антоненко. Добрый день, Ива Дима Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня посол Российской Федерации в Латвии, Александр Вишняков. Здравствуйте еще раз. Да, добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели, кто, может быть, только сейчас подключился к нашему эфиру. А я напомню, каналы связи можно подключиться к нашему эфиру и высказать свое мнение или задать вопрос по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9. А также пишите нам в виде участия на портале mixnews.lv. Мы говорили о том, как сложились отношения между Латвией и Россией за те пять лет, которые вы пребываете на надложенности посла Российской Федерации. Какие ваши прогнозы на 2013 год? Вот 2012 год у нас был таким сложным, теперь, судя по всему, нас ожидают какие-то, может быть, последствия вот этого обострения или наоборот нет? Мой прогноз на 2013 год, в принципе, у нас есть хорошие основы для того, чтобы этот год был позитивным. Я уже сказал по основам, которые заложены для экономического сотрудничества. Еще раз могу напомнить, это вступившее в силу наше соглашение по избежанию двойного наглубожения, что очень важно для бизнеса и российского, и латвийского. Это и вступление России в ВТО. Более того, вы же отлично знаете, что есть интерес у российских различных инвесторов работать здесь, на латвийском поле, так же, как и наоборот, у латвийских предпринимателей на российском поле. И здесь важно не помешать политикам для того, чтобы это действительно так происходило. Говорить если про культурное сотрудничество, то я думаю, что могу даже вернуться и пять лет назад, и каждый из этих лет вспомнить, то вот в области культурного сотрудничества у нас практически провалов не было. Мы постоянно развиваем его и довольно эффективно взаимодействуем. За это время, кстати, четыре министра культуры в Латвии сменилось. Я помню, когда я начинал работу с госпожой Димаковой, потом господин Далдерис, потом госпожа Эйрта, ну и сегодня уже Жанетта Янза Гренда. И у меня со всеми был с теми контакт, и со всеми было понимание о том, что такое сотрудничество необходимо. Необходимо и для Латвии, для ее в данном случае творческой интеллигенции, и для России тоже. И у нас в ближайшее время состоится следующее. В феврале месяце намечены гастроли Латвийской национальной оперы в Большом театре России, в Москве. И намечено, что именно во время этих гастролей министры культуры России и Латвии подпишут соглашение о том, что они утверждают программу культурного сотрудничества на очередные три года, как это было до этого делали все их предшественники. Вот мой прогноз, что здесь у нас на этом поле не должно быть никаких осложнений, потому что это понимают отлично, выгодно и то, и другое стране. И тем, кто пользуется плодами этого культурного сотрудничества с той и другой стороны. Кроме этого, я надеюсь, что у нас все-таки продолжится конструктивная работа комиссии историков. А вы знаете, это одно из достижений, кстати, последних пяти лет, что мы предложили в свое время, и президенты наши, когда встретились в конце 2010 года, зафиксировали о том, что для того, чтобы непростые вопросы нашей истории, взаимной истории обсуждать не на политическом уровне и не политизировать этот процесс, а привести ее в академическое, серьезное обсуждение, изучение совместной комиссии историков с той и другой стороны. И такая работа ведется. Последнее заседание этой комиссии историка проходило в конце прошлого года здесь, в Риге. И по оценке той и другой стороны было довольно позитивным. Намечен план на будущий год. Очередное заседание будет проходить в Москве. И обсуждаться будут очень серьезные темы. Темы и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. И если вот сохранится этот такой конструктивный настрой, я думаю, что это будет очень полезное дело для того, чтобы нам в вопросах истории не обвинять друг друга, а искать объективные оценки того, что было в нашей истории, и делать выводы на будущее. А как Вы оцените тот факт, что правительство Латвии восстановило работу комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Латвией советской оккупации? Ну вот, кризис помог в свое время этот вопрос остановить. Была приостановлена работа этой комиссии из-за недостатка финансирования. В этом году правительство, Сейм, нашли деньги и решили, что надо возобновить работу этой комиссии, у которой нет абсолютно никакой перспективы. И, конечно, она явно не то, что будет улучшать наши отношения между нашими странами, а может быть, наоборот, как раз одним из элементов осложнения этих отношений. Так же, как осложнением этих отношений может оказаться и та риторика, с которой начинают выступать некоторые кандидаты на пост мэра Риги здесь, например, в Латвии. Это вы кого имеете в виду? Кандидаты от правых партий, которые заявили с самого начала о том, что о туристах, о которых мы говорили только что хорошо, что это хорошее дело, это нормально, когда люди хотят общаться с друг с другом, дружить с семьями, дружить с народами. А некоторые говорят о том, что нет, нам нужны туристы, но только не российские. Это же я не сказал, а сказали некоторые из кандидатов, претендующие на этот пост. А как оценивается такое мероприятие, как «Новая волна», которая ежегодно проходит в Юрмале, ну и теперь уже, судя по всему, и в Риге? В адрес этого мероприятия, по крайней мере, рижской части, тоже было очень много критики со стороны некоторых латвийских политиков, я имею в виду дискотеку «Новой волны» на набережной. Вот наоборот, для этого это все-таки нужно латвийско-российским отношениям? Или действительно, как говорят некоторые наши политики, это, ну, скажем так, попса, который не очень сильно влияет, может быть, на какой-то диалог? — Это одна из форм культурного сотрудничества. Да, к этой культуре по-разному относятся, ее носителям разные слои населения и внутри России, и внутри Латвии. Но это то, что пользуется популярностью у значительной части и в Российской Федерации, и в латвийском обществе. При всей критике, которую я знаю, каждый год происходит в адрес организаторов «Новой волны» и конкретных некоторых исполнителей, тем не менее, это самые популярные программы, которые показываются латвийским телевидением. Это тоже факт. — 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоном прямого эфира. Напомню, что в гостах у нас сегодня посол России в Латвии Александр Вишняков. У нас есть звонок, примем его. Здравствуйте, вы в эфире говорите, пожалуйста. — Александр Альбертович, добрый день. — Да, добрый день, слушаю. — Общеизвестно, что до того, как вы стали послом в Латвии, вы были председателем Центральной избирательной комиссии в России и вошли в такой суровый конфликт с Единой Россией по поводу нескольких законопроектов. Из-за чего вас с этого посла сместили, и вы стали послом в Латвии. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вас уже простили в России? То есть вы как бы сможете вернуться на какой-то важный пост в Москве, или вы будете дальше занимать посты послов за границей? Спасибо. — Спасибо за вопрос прошлого, до дипломатического. — Прошлого, которого я не стесняюсь, о котором я горжусь. И в этой части вы, наверное, не совсем правы, когда охарактеризовали причину моего появления здесь в Латвийской республике, но это ваша точка зрения. Я по этому поводу сейчас дискутировать не хотел бы. С моей точки зрения, то, что я здесь делаю, это для меня интересно, это полезно для российского государства, это полезно для наших народов, и я это делаю с удовольствием. И пока намерен продолжать эту работу. — А если продолжить, может быть, разговор о внутренней российских каких-то процессах, как можете характеризовать то, что сейчас в России происходит? Имеется в виду и определенные законы, которые были приняты, и, собственно говоря, митинги, протесты и так далее, и так далее. Это путь к демократизации или наоборот? История спустирает, если вспомните. — Закон Димы Яковлев. — Более того, мы на эту тему как-то, по-моему, Оксана, с вами в другом формате встречались и говорили, и я сказал по этому поводу, по свежим следам, год назад еще, когда были массовые митинги за честные выборы, Болотная площадь, Академика Сахарова, проспект. Я сказал, что наше общество взрослеет, и общество становится более требовательное к власти, в том числе, к отношению власти, к обществу. И это хороший показатель. — 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Раскалывается у нас телефонная линия. Примем еще звонок. Здравствуйте. — Алло? — Здравствуйте, вы в эфире говорите. — Алло, добрый день. — Добрый. — Александр Бердович, скажите, пожалуйста, как с вами по телефону связаться? Я задела в посольство, но обычно они что-то такое непонятное говорят. — Ну, пожалуйста, вы позвоните вот еще раз буквально сейчас посольству. Скажите, что только что со мной разговаривали в прямом эфире, и мы договоримся о встрече. Тем более, что у меня есть такое правило. Вот те, кто записывается ко мне на прием, я обычно по вторникам прием такой провожу. Вот первое время у меня было огромное количество желающих. Сейчас немножко стало поменьше. Пожалуйста, вот я вам предложение конкретно сделал. — Я вот не... Я сейчас вот сразу не найду номер телефона посольства. — Давайте все-таки уточнить, наверное, по справке, или, может быть, мы можем его озвучить в эфире сейчас, номер посольства. — Номер посольства сейчас я приемный назову буквально... — Хорошо, хорошо. — Сейчас, одну секундочку. — 672-12-93-9. — Значит, телефон... — ...903-9, телефон прямого эфира. Теперь телефон посольства. — Посольства, которому можно позвонить. 67-22-06-93. — Давайте еще... — Победили, да? 67-22-06-93. — Еще один звонок. — Добрый день. — Добрый. — Я что хотела сказать. Очень рада слышать в эфире российского посла. Я наследственная гражданка Латвии. Меня родители воспитали в бесконечном уважении к Латвии. Но наше правительство, конечно, меня в этом совершенно разочаровало. И вот я что хочу сказать. Тут проскользнула информация, что в Литве и в Эстонии собираются поставить памятник алкоголику Ельцину. Так вот, я хочу верить в то, что его поставили не потому, что он пропил Россию, а потому, что он таки дал достойного президента в лице Путина. — Спасибо, но давайте все-таки быть корректными и соблюдать какие-то рамки приличия. Не будем вешать ярлыки. Я хотел попросить наших предслушателей. — Тем более, что я думаю, что если говорить о президенте Борисе Николаевича Ельцине, то те инициативы, которые действительно, я знаю, существуют в Эстонии, в Таллине, они, по-моему, имеют все основания. Борис Николаевич очень много сделал для того, чтобы произошло изменение, мирное изменение в наших странах, чтобы мы стали странами самостоятельными, демократическому пути развивающимися. — Давайте затронем еще одну политическую фигуру. В начале января в прессу попала информация о том, что бывший министр обороны России Анатолий Сердюков посещал Латвию, якобы что-то даже здесь хочет приобрести. Вот эта информация соответствует действительности? — Ну, во-первых, мы не занимаемся такими вопросами. — То есть к вам не захотелось? — К нам никто не обращался по этому вопросу, и даже с вопросами по этому вопросу. — Что касается комментариев официальных лиц, которые, по идее, должны давать документы сюда, въездные, если это оформлялась виза, например, или регистрация какая-то происходила, переписечение границы, то комментарий со стороны официальных латвийских лиц был, что такой информации они не обладают. Поэтому я могу только повторить то, что они сказали. Кстати, что потом было сказано и непосредственно представителями бывшего министра обороны. — Еще одна громкая история, которая в начале января прозвучала, касается фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это было заявление бывшего дипломата, это подчеркивается именно бывшего дипломата Норманда Васринша, который сказал, что латвийское общество до тех пор не станет западным, пока не перестанет восторгаться фильмом «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это заявление в Твиттере вызвало очень большой резонанс в России, дошло это и до Верхнюк Кругов, и Ильдар Рязанов даже прокомментировал. Вот как Вы оцениваете эту историю? — Ну, понимаете, есть, наверное, разные люди в Латвийской Республике, есть разные люди и в Российской Федерации, которые по-разному относятся к разного рода событиям прошлого, в том числе и к фильмам советского периода. Я же знаю высказывания Новодворской, в частности. — Да, она призвала запретить все фильмы. — Поэтому я не отношусь к категории таких лиц. И, насколько мне известно, а я всё-таки действительно почти пять лет уже здесь проживаю, в Латвийской Республике, абсолютное большинство латвийцев очень позитивно настроено, в том числе к просмотру хороших художественных советских фильм. — Давайте примем звонок, у нас их действительно много. Здравствуйте, Вы в эфире, говорите, пожалуйста. — Добрый день. Александр Альбертович, вот американский посол Марк Перкал тут проявил инициативу, в Твиттере там собирает мнение по поводу присвоения гражданства детям. Скажите, пожалуйста, у меня сразу два вопроса, нет ли у вас желания как-то обсудить тоже в интернете какую-нибудь из тем, ну, скажем, российско-латвийских отношений? И как Вы думаете, как отнесётся официальная Рига к любой инициативе, подобной американского посла, если она будет отходить из российского посольства? — Спасибо, хороший вопрос. Пользуйтесь какими-то популярными интернет-площадками? Твиттер, Фейсбук? — Ну да, мы вообще многое сделали для того, чтобы всю информацию, которую обладает посольство, все наши интервью, которые даёт посол и другие представители посольства, мы разблагаем в сети интернет, у нас есть сайт, прошу, пожалуйста, всех туда заходить. — Это сайт посольства? — Да, и там непосредственно можно задать и вопросы, и вступить в дискуссию. Ну и в конце прошлого года мы ещё зарегистрировались и в социальных сетях. Поэтому теперь начнём осваивать работу активную и в социальных сетях. — То есть с Вами можно будет подружиться в Фейсбуке? — Да, да. Ну это вот то, что мы сейчас запланировали, то, что мы в организационном плане уже решили. — Это мы будем делать. Что касается этого ещё вопроса, то могу сказать следующее. Но здесь, конечно, разные отношения к послу России и послу Америки. Я, например, могу привести один такой случай, довольно любопытный. Вспомню 2008 год, когда в Сейме латвийском осуждалась тема вторжения Грузии в Южную Осетию, принимала соответствующее заявление Сейма, то в это время непосредственно прямо на заседании пленарном в самом зале активно работал, участвовал тогдашний посол Соединённых Штатов Америки. Если бы, например, что-то произошло и участвовал бы там посол Российской Федерации, то вы понимаете, какая была бы реакция. А тогда никакой реакции не было. Это как принятое, общепринятое подход и дело. Это меня, как вообще говоря, очень сильно задело. Почему позволяет так латвийские политики обращаться с ними? — Вот недавно в интернете появилась информация со ссылкой на политолога господина Грауденша, который сказал о том, что посольство США в Латвии фактически назначает своих министров, то есть согласовывается кандидатурой. Эту информацию о проверках глава МИДа, но тем не менее, на ваш взгляд, насколько велико влияние вашего коллеги и ваших коллег из дипломатического представительства США на внутреннюю политику Латвии? Вы что-то такое чувствуете? — Не знаю, я этим вопросом не занимаюсь. Я встречался с послом, новым послом Соединенных Штатов Америки. Мы вели очень обстоятельный разговор по всем темам нашего взаимодействия, как между нашими странами и различным позициям, которые связаны непосредственно с латвийским государством. Мне показалось, что человек, в общем-то, довольно профессиональный, подготовленный, знающий проблематику, с которым можно и нужно сотрудничать. И мы это будем делать обязательно, так же, как и делали с предшественником этого посла, госпожой Джуди Гарбер. Вы помните, мы с ней даже вместе проводили встречи с молодежью и в Латвийском государственном университете, и в Балтийской международной академии. И я даже предложил новому послу, что, может быть, такую традицию мы продолжим и с ним уже. Поэтому это предложение для того, чтобы подумать и, возможно, реализовать, принято. Я не исключаю, что и такая форма сотрудничества двух послов больших государств здесь представителей Латвийской Республики будет продолжаться. Давайте примем еще один звонок. Добрый день. Здравствуйте. Знаете, вот какова ситуация с Уралвагонзаводом? Принимал наш президент, и так все это затихло. Какие перспективы? Спасибо. Интересно. Да, действительно. Уралвагонзавод, его представители были здесь. Подписали протокол о намерениях о том, чтобы развернуть здесь строительство, довольно серьезное, непосредственно в городе Елгава. И у меня информация о том, что, раз эти намерения очень серьезные, то надеюсь, что они будут реализовываться для взаимного нашего интереса и российского бизнеса, и латвийского. Какие еще крупные игроки сферы российского бизнеса интересуются Латвии и, возможно, реализуют здесь какие-то свои проекты? Ну, вы знаете, что вот серьезный проект, который уже в работе, это в сфере молочной промышленности, и довольно большие инвестиции, которые вложены были нашими предпринимателями, и объединение в большую такую структуру в этом направлении, это все состоялось в прошлом году. И, насколько я знаю, это очень интересный проект для того, чтобы выходить с молочной продукцией на российский рынок, что и происходит по жизни уже довольно активно. Кстати, те же рижские дворики, которые активно внедрялись в торговые сети Москвы в прошлом году, это один из результатов этой работы. А перспектива у этих рижских двориков еще и завоевает другие города России, знают, что есть планы по Ярославлю, есть планы по Пскову. Ну, что ж, нормально, нормальное взаимодействие, нормальное сотрудничество. Большой проект, который здесь осуществляет Уралхим, они надеются, что в этом году они смогут ввести в эксплуатацию свой комплекс здесь, в Рижском порту. Но вообще, если говорить про Рижский порт, то вы слышали, наверное, о том, что недавно было сообщение со стороны руководства Рижского порта, о том, что они в прошлом году переработали рекордное количество грузов. 36 миллионов тонн. Да, это действительно рекорд. Рекорд за всю историю Рижского порта. Но при этом мы хорошо понимаем, и они хорошо понимают, что это результат, опять-таки, серьезного взаимодействия с бизнесом Российской Федерации. Ну, например, составляющая этого грузооборота более 40% – это уголь каменный. А это кузбасский уголь. Есть и другие еще грузы. Есть еще одна составляющая, которая тоже сказалась положительно на переработку в Латвийском порту, Рижском. Это северный транзит, так называемый. Это афганские грузы. Здесь мы взаимодействуем, кстати, и с Америкой, и с Латвией, и с Россией. Нашли общий здесь язык, общий понимание. И надеемся, что этот коридор будет действовать не только в 2013, но и в последующих годах. Есть ли, может быть, еще какие-нибудь новые проекты, о которых мы меньше слышали? Может быть, на уровне идей, на уровне договоренности, может быть, в финансовой сфере, или, может, в сфере недвижимости что-нибудь? Ну, если про сферу недвижимости, то вы ее знаете. Принятый и действующий закон по тому, что кто получает здесь и вкладывает большие инвестиции в недвижимость, он получает вид на жительство. Этот проект, эта программа работает и приносит сотни миллионов лат латвийской экономики. И в этой программе участвуют не только россияне, но их, наверное, большинство подавляющее. Потому что где-то из общего количества, наверное, процентов 85 – это российские граждане, которые участвуют в этой программе и будут дальше участвовать. Насколько я понимаю, если тут ничего не изменится, потому что есть и другие настроения у некоторых политиков. Но здесь есть конкуренты у вас уже, Испания пошла по этому же пути, да и ваши соседи тоже, насколько мне известно, имеют соответствующие законодательные оформления для того, чтобы привлечь сюда российского инвестора, в том числе сферу недвижимости. Я думаю, что у нас есть перспективы и есть необходимость серьезного сотрудничества в сфере транзита, в сфере развития наших транспортных артелей, это и железнодорожной, это и автомобильной, это и авиационной в том числе, чтобы у нас была возможность тому увеличивающему потоку грузов свободно перемещаться между нашими странами. И не только между нашими странами, но и транзитом через наши страны. А есть какие-нибудь новые проекты именно по этим направлениям? Они есть, но они не пока до той стадии, чтобы можно было послу Российской Федерации громко и ясно о них говорить, потому что, а если они потом не получатся, потом же мне скажут, ну что, вот говорили, говорили, а ничего не получилось. Пусть лучше будет сделана серьезная основа и заложена основа для их реализации, тогда будем и кукарекать. — Хорошо, оставим на следующий раз. Я думаю, время у нас уже, к сожалению, подходит к концу. — Да, я только зачитаю сообщение, которое мы получили по видеочату. Обещает наш радиослушатель поставить лайк российскому посольству в Фейсбуке, если его там обнаружат. Ну, я так могу предположить, что послу, наверное, тоже поставят лайк, если вы там действительно появитесь. — С удовольствием. Мы будем общаться в разных формах и в прямом эфире, что мы делали сегодня. Например, спасибо за это уважаемой радиостанции, уважаемым журналистам, уважаемому оператору, уважаемым радиослушателям. Мы будем общаться и в формах личных приемов, о которых мы тоже сегодня с вами говорили. Мы будем, естественно, использовать активно сеть интернет, наш сайт посольства Российской Федерации и социальные сети, в которых мы тоже будем активно работать. Там, кстати, уже много материалов в Ютьюбе расположено о тех последних событиях, в которых был участником посольства Российской Федерации. — Ну что ж, встретимся в том числе и в виртуальном мире. Спасибо, что были с нами сегодня. Напомню, что в гостях у программы «Разворот» был посол Российской Федерации в Латвии Александр Вишняков. Эфир провели Оксана Антоненко и Вадим Родионов. Помогал нам звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо, что пришли. Всего доброго и до свидания. — Спасибо, всего доброго. До новых встреч.